Рынок квадрокоптеров очень странный и непредсказуемый. Вроде бы выбор огромный, но на самом деле, если вы хотите купить себе толковый квадрокоптер, который будет предсказуем в управлении, будет нормально снимать видео, выбора на самом деле немного и, как ни странно, все сводится к одной компании, DJI. Сегодня мы смотрим на новинку и при этом младшую модель, которая называется Mavic 2 Zoom. Это устройство, которое не просто может летать и снимать видео, а при этом обладает еще специальным зум-объективом, что в принципе для квадрокоптера уже новинка. DJI Mavic 2 Zoom сделан в классическом дизайне. Чуть больше и чуть тяжелее предыдущего поколения Mavic, но на летных характеристиках это не сказалось даже наоборот. Максимальная скорость полета DJI Mavic 2 Zoom составляет 72 км в час. Дальность полета составляет 18 км, а в высоту новое поколение коптеров DJI поднимается на 6 км. И что самое важное, производителям гарантируется работа при температуре до минус 10 градусов по Цельсию. Если учитывать то, что лето у нас, мягко говоря, не круглый год, то это довольно полезная фишка. Аккумуляторы новых Mavic на 3850 мАч и его традиционно хватает на полчаса полета. И если говорить откровенно, то полчаса полета на квадрокоптере это прилично, потому что за полчаса можно и далеко улететь, и многое наснимать. Но, конечно же, крайне рекомендуется к покупке дополнительный комплект Flymo.com. Туда входит несколько аккумуляторов, зарядка для автомобиля, обычная зарядка и дополнительные сменные лопасти. В этом обзоре я не буду вам рассказывать, как управляется Mavic, как это все происходит, потому что мы это говорили неоднократно. У него прям топовое управление, причем вы можете это осуществлять как с пульта, так и со смартфона. Невероятно отзывчивое управление. Интеллектуальные функции. Он умеет возвращаться к вам, когда портится погода, либо же когда садится аккумулятор, либо же когда он залетает в зону, где он не должен летать. И, к слову, к сожалению, в нашем мире и в разных странах таких зон становится все больше и больше. Дрон умеет мониторить препятствия в шести направлениях. Это позволит избежать столкновения с крупными статичными предметами. Пульт уже синхронизирован с дроном из коробки, но если нужно его переподключить, это тоже легко. В этом поколении дронов усилен сигнал, что повлияло как на управляемость, так и повысило качество передаваемого на подключенный смартфон видео. Стримить можно Full HD с расстояния 8 километров. Это просто фантастик. В этом видео вы, в принципе, уже можете наблюдать, как снимает камера этого устройства. Для зума объектива неплохо, хотя, в принципе, когда уже свет становится меньше, то светосилы не хватает. Конечно же, появятся шумы. В этом случае, я надеюсь, что Mavic 2 Pro будет показывать себя лучше. А пока я вам расскажу про технические характеристики этой камеры. У модификации зум матрица осталась такой же, как у прошлого Mavic, но теперь тут есть двукратный оптический зум и возможность приближать картинку. Этот дрон по-прежнему умеет следить за объектом, причем вы можете его тречить, например, к автомобилю, либо к себе во время прогулки, либо же пробежки. Главное, чтобы местность была нормальная, хотя он умеет облетать препятствия. Если видеть дерево, то может его как-никак облететь. Если, конечно, вы взлетите какую-то сосновую дубовую рощу, то там уже могут быть некоторые проблемы и помехи. Но на открытой местности, либо же на пляже, либо же в городе, дрон сможет за вами прям нормально наблюдать и снимать видео. Это удобная функция. Видео снимается в 4К-разрешении, поддерживается 10-битный цветовой профиль HDR-видео, битрейт 100 мегабит в секунду. Ну, в общем, полный фарш и качество вы видите сейчас сами на своих экранах. У этого квадрокоптера 8 гигабайт встроенной памяти. С одной стороны, для видеосъемки в 4К это вообще ни о чем, но с другой стороны, на крайний случай, по-моему, очень хорошая опция. К примеру, пофотографировать что-то с высоты, либо же, когда закончится просто место на карте памяти, добить уже оставшуюся съемку на внутреннюю память коптера. Поэтому довольно полезная фишка. И все же повторюсь, что Mavic 2 Zoom это не игрушка, а полноценный рабочий инструмент для людей, которые хотят снимать видосы. Возможно, это ваше хобби, либо же это ваша работа, и версия Zoom немножко увеличивает критерии вашей деятельности. Конечно же, здесь очень трудно посоветовать, какой конкретно Mavic взять, либо 2 Pro, либо же Zoom. Потому что все-таки мы привыкли, да, в смартфонах, например, сразу две камеры, широкоугольная и зум-камера, и там уже выбираете. А здесь компания сделала два разных устройства. И, конечно, покупать два разных гаджета это уже накладно и как минимум неудобно. Было бы неплохо, если бы Mavic вышел со сменной камерой. Вы можете купить ее отдельно, просто отсоединить, поставить. Пока, к сожалению, такого нет. И в конце этого обзора я хочу добавить следующую информацию. С каждым годом я беру в руки устройства компании DJI, и мне даже не верится, что они делаются в Китае. То есть мы все привыкли, да, что Китай это уже промышленный гигант, с одной стороны, да. Но в основном лучшие устройства делаются под заказ у американских компаний. Там Apple заказывает у китайцев различные гаджеты, там другие компании заказывают, получаются качественные устройства. Но здесь у нас полноценный китайский бренд, который по качеству и исполнению не то, что переплевывает другие китайские бренды, он переплевывает вообще другие гаджеты других стран мира. А если мы возьмем глобальный рынок Китая и вообще все гаджеты, квадрокоптеры, планшеты, компьютеры, смартфоны, различные ноутбуки, то DJI не просто лидер по качеству, он лидер с огромным отрывом. Друзья, с вами был Иван Лучков, канал Allo, подписывайтесь на канал, смотрите новые видосы, не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, потому что мы с вами так потеряем друг друга. И заходите к нам в Telegram, там много интересных новостей и регулярные розыгрыши. Пока!